Всем привет и слава Украине! Новости из Кавказа продолжают свою работу. С вами я, Гелла Ватсадзе. И сегодня у нас традиционный разговор с хорошо знакомым и любимым нами Вахтангем Моисая. Приветствую, Вахтанг! Очень рад тебя видеть. Приветствую, приветствую, Гелла. Приветствую, наши телезрители. Слава Украине, героям слава. И, как всегда, очень рад быть у тебя в гостях. Помнишь, в гостях у сказки? Это настоящая сказка. Ты делаешь хорошую сказку, но в реальном измерении. За что тебя хотим благодарить все мы. В том числе с моей помощью, как говорится. Спасибо на добром слове, но я категорически против слова в гостях. Ты здесь не в гостях. Ты один с собой. Да, да, конечно, конечно. Спасибо, спасибо. Смотри, знаешь, я вот думал, как построить разговор. Давай построим наш разговор с тем, что происходит в мире, а потом дойдем до нас. Потому что это очень важно. И так в мире происходят крайне интересные вещи, особенно в последнее время. Вот прошла сессия Генеральной Ассамблеи ООН. И мы видим, что мы видим два. По крайней мере, на самом деле, вот если кто-то нас слушает из африканской страны, да, он подумает. Вот сейчас я сказал, два больших конфликта вокруг нас. На самом деле, вот у нас тут такой конфликт, он его не видит. Я действительно не вижу никаких конфликтов в Африке. А вот два крупных конфликта, две крупных конфликта, как войны, полномасштабные войны. В Украине и на Ближнем Востоке мы видим. Давай начнем с ситуации в Украине. Что там? Какие перспективы у этой войны на ближайшее время, скажем так? Ну, война в Украине практически перерастает в полномасштабную, так сказать, я бы сказал, конвенционную войну. Прямо могу сказать. И перспективы этой войны, примерно, так сказать, на, я бы сказал, такую, я бы сказал, хотя бы, минимум, два года, если продолжится в том темпе, в том объеме, который сейчас ведутся боевые действия в этой стране, нашей дружественной, нашей, так сказать, очень близкой стране, в Украине. Ну, естественно, не за украинской стороны, как говорится, а из российских, я бы сказал, реваншистских амбиций. Я могу прямо сказать, дело, что на данном этапе как раз украинская сторона имеет, несмотря на все, как говорится, моменты, ну, тактические, тактические, некоторые, вот вчера как раз пал угледар, к сожалению, это уже было признано с украинской стороны. Но это, как имеется, тактические, так сказать, моменты, потому что, если в целом посмотреть в геостратегическом контексте, украинцы обороняются очень грамотно, очень целенаправленно. Они как раз больше, так сказать, имеют, я бы сказал, геостратегическую инициативу и вес, потому что российские оккупанты, вот начиная в течение двух лет, которые они ведут несправедливую войну против Украины, они ничего так и не добились, потому что та же ситуация, которая была до начала войны, то есть то, что они контролировали сепаратистские регионы, там, Донецкой, Луганской области и так далее, они даже не продвинулись, так сказать, и не смогли, значит, всецело оккупировать Донецкую, Луганскую область. У них есть серьезные проблемы, значит, расширение зоны оккупации, даже в таких регионах, каковым являются, например, Запорожье, Херсон, Херсонская область и так далее, которые, кстати, если не ошибаюсь, два дня тому назад на площади Кремля, Красной площади, Путин отмечал, так сказать, я бы сказал, такой виртуальный праздник, который не имел никакого основания, якобы присоединение четырех украинских земель, то есть аннексию этих земель, хотя, так сказать, эти земли до сих пор даже не то, что аннексированы, они даже не оккупированы, потому что, например, Запорожье, Херсон, столицы этих регионов, они даже, к счастью, как говорится, под оккупацию, Донецкая область оккупирована примерно, если не ошибаюсь, на 30%, а Луганская область примерно тоже в таком объеме, ну, говорится о том, что, так сказать, эти регионы, условно говоря, в скобках, освобождены, как они говорят, от нацистского ига, хотя, так сказать, что такое нацист, мы уже видим, да, есть такое слово расшизм, какая-то расшизм, который является именно символом нацизма и фашизма 21 века, даже не добился успеха даже в этом, как говорится, пространстве. Мы видим другое, в самом, так сказать, логове врага украинские вооруженные силы даже освобождают российские регионы от расшистского ига, вот, пример, можем взять Курскую область, и даже расшисты, то есть эти силы не могут выбить из своего территории, как они говорят, лютого врага, ну, не могут просто, хотя у них там сроки, очень, так сказать, сжимают, потому что Путин поставил перед своими вооруженными силами четкую задачу 15 октября, якобы, освободить Курскую область, а к 30 октября захватить уже украинскую, сумскую область, регионы, тоже, как говорится, прихватизировать. Но даже ни к 15, ни к 30 октября, вот как ведутся боевые действия Курской области, даже этого, так сказать, даже не попахивает этим, как говорится, моментом, чтобы эти сроки были бы соблюдены. Ну, вот такая оперативная, стратегическая, ну, стратегическая, я бы сказал, оперативная, стратегическая ситуация, которая сложилась на фронтах украинской войны, которая простреляется примерно 3000 километров, и я могу сказать, что вот война в Украине очень схожа, так сказать, если по военно-стратегическому контексту, она схожа, так сказать, по боевым действиям, схожим, как говорится, во время Второй мировой войны, которые происходили на территории Украины между советическими силами, можно так сказать, там, США, Англии и Советского Союза. Я специально говорю «советические силы», потому что я сегодня, не, не, 2-3 дня назад просто заинтересовался, сколько по Лен-Лизу получил Советский Союз, и какие конкретные, так сказать, вооружения, амунисты и так далее, и можно сказать, что все, так сказать, примерно 70% вооружения, которым были вооружены, значит, солдаты и офицеры и вооруженные силы Советского Союза были поставлены именно по линии Лен-Лиза. Сейчас идет второй Лен-Лиз как раз, и, по-моему, история повторяется, ну, повторяется, естественно, в контексте 21 века, потому что как раз если Лен-Лиз поставлялся Советскому Союзу, и тогда Советский Союз, Англия и США вели справедливую войну против нацистского иконацизма, фашистов, фашизма, да, итальянского фашизма и так далее, то и тогда это было абсолютно, как говорится, уже было понятно, те белые, а где черные, да, то здесь то же самое, то есть здесь Лен-Лиз уже поставляется в Украине, здесь абсолютно видно, кто в черном объявлении, кто в белом объявлении, кто ведет несправедливую войну, а кто ведет справедливую войну, и вот видите, что сейчас Англия и США именно помогают Украине, да. Так что, исходя из этого, но, но, итоги, так сказать, боевых действий и масштабы военных действий абсолютно схожи с теми боями и с теми военными операциями, которые были присущи в контексте Второй мировой войны на фронтах вот той же Украины, например, с 1941 года по 1944 год. Вот, к сожалению, вот история как раз вот возвращается, вот есть такая теория Валенстайна о возвращающихся волнах геополитических процессов, вот как раз в этом контексте можно применить эту теорию по отношению Украины, к сожалению, это в печальном контексте, я еще хочу и трагическом контексте, я хочу это подчеркнуть, но это вот и артистские наработки как раз олицетворяют вот эту ситуацию, которая сейчас происходит в нашей братской Украине. Что самое главное, что отчасти как раз это тоже, так сказать, история повторяется в том плане, что это тоже схоже с афганским сценарием, потому что давайте вот прямо можем сказать, что когда в Украине, значит, рашистские силы, значит, ворвались, ну, как говорится, до 2 февраля, они абсолютно скопировали ту военную операцию, которая называлась «Шторм-333», «333», так называемая, когда советские войска вторглись на территорию Афганистана, захватили там дворец Амина, поставили своего, так сказать, человека, ну, и то же самое, так сказать, Путин хотел повторить такой афганский сценарий, то есть новый «Шторм-333-2», но как раз, к счастью, он провалился, и как раз из этого ничего не нужно. Да, еще второе, так сказать, сравнение с афганской войной можно привести, когда Путин уже сейчас, скорее всего, наверное, в начале ноября или на середине ноября, кстати, объявит уже так называемой частистой мобилизацией, так называемой скрытой мобилизацией, это абсолютно, так сказать, все факты говорят об этом, потому что Путин создал специальную мобилизационную комиссию от эгиды Совета национальной безопасности, его главе этой комиссии поставил бывшего президента Дмитрия Медведева, если я ошибаюсь. Второе, как раз он издал указ о, значит, о том, чтобы, значит, о росте числа вооруженных сил до 3 миллионов 500 тысяч человек, из этого миллион 500 тысяч человек, это боевой костяк этих вооруженных сил, то же самое взяла, как говорится, политбюро Советского СССР в 2008-2002 году, когда численность вооруженных сил выросла на примерно 20% и... За счет нас, которых начали призывать в армию. Да, вот-вот об этом абсолютно говорю. Кстати, еще третий индикатор войны, третий индикатор этого сценария могу привести, что даже Путин издал, так сказать, такой указ, по которому, как говорится, все военнообязанные запрещаются покидать пределы Российской Федерации, ну, в том числе и студентам, и другим, как говорится, представителям тех категорий, которых не призывали. И, что самое главное, Путин увеличил, так сказать, так называемых контрактников, то есть размер, объем и число контрактников, даже, значит, уже, так сказать, зарплаты по этим контрактам, как и службы, выросли до 4 тысячи рублей. Вот, можно уже сказать, что даже тогда, кстати, советским войскам, кстати, в ограниченном контингенте, советского контингента, оккупационного контингента в Афганистане, даже там уже, так сказать, давали официальные зарплаты, даже не меньше, чем, например, офицеры получали в внутренних районах или внутренних, так сказать, в самом Советском Союзе, даже офицерам и сержантам давали такую же зарплату, какую-то, так сказать, зарплату давали советским офицерам внутри Советского Союза. Даже им выдавали специальные, если не ошибаюсь, чеки. То есть они получали такую же зарплату. Какую зарплату они получали? Получали те советские служащие, которые работали за границей. То есть фактически это тоже был первый вариант контрактной службы, который вели тогда в рядах советских вооруженных сил. То есть контингент советских оккупационных сил в Афганистане вырос до 120 тысяч человек. Хотя там водились только 60 тысяч человек. Контингент водился в этом контексте. Примерно, если ошибаюсь, три дивизии и три бригады, которые осуществили такую, я бы сказал, оккупацию в 79-м году в Афганистане. То есть при таком раскладе, прямо могу сказать, что, несмотря на это, могу сказать, что Украина держится очень, я бы сказал, мощно, потому что расистские силы не смогли выполнить те задачи, которые были поставлены перед их верховным главнокомандующим. И фактически, ну, можно сказать, что не очень-то изменилась геостритическая ситуация, которая была до начала войны в 2022 году. Это вот факт. Я, по-моему, при этом постарался привести какие-то конкретные, так сказать, аргументированные факты. Да, война продолжается, это очень жестокая война. Погибают мирные жители. И, естественно, что об этом страдают украинское население. И президент Зеленский делает все возможное, чтобы вот как-то вот закончить эту войну. Потому что, если посмотреть вот в прямом контексте, то получается, что Зеленский более печется о том, чтобы как-то вот завершить эту войну, нежели, так сказать, диктатор Путин. А то это и понятно. Хотя, как говорится, в данном ситуации, в геополитическом, геоэкономическом контексте, фактически мы видим, что Путин проигрывает эту войну, как это ни странно звучит. Хотя, вроде, как говорится, формально, вот, расисты там наступают, там захватывают углидар, там еще какие-то имеют такие тактические успехи. Но на самом деле, вот, более в общем, так сказать, контексте, прямо скажешь, что они проигрывают эту войну. Это факт. И хорошо, что именно это является главным, я бы сказал, аргументом, главным фактом. Но, естественно, тоже, так сказать, Украина тоже получает большой урон от этой, я бы сказал, безумной и абсолютно, так сказать, беспринципной войны, которая ведет со стороны российского расшизма. Катастрофический урон. Вахтанг, резюмируя, я могу, просто я добавлю от себя, чтобы зрители прекрасно понимали, что нет никаких шапкозагидательских настроений у нас с Вахтангом. Я просто скажу элементарную вещь. На каждом участке фронта, на каждом участке фронта у русских есть преимущество. Это факт. Причем, к сожалению, преимущество не только в живой осилии, но даже в вооружениях, и в том числе и в снарядах. К сожалению, для английских в данном случае это, конечно, форма, но помощь, если бы в процентном отношении хотя бы половину той помощи, которую давали Советскому Союзу, давали бы Украине, ситуация на фронте была бы другая, прямо скажем. Абсолютно точно. Но, с чем я с тобой абсолютно согласен, стратегически Путин проиграл, потому что проигрыш его заключается в том, что даже если он возьмет 10 украинцев, чего бы не хотел, у России на сегодняшний день нет никаких, никакой возможности оккупировать всю Украину. Просто физически нет, сточилась армия. У нее и раньше не было возможности, у них был весь расчет, что Украина сдастся. Этот расчет был, они и сейчас на это рассчитывают. Они рассчитывают на то, что Украина сейчас остановится, потом они снимут с себя санкции, потом они накопят силы, и потом, ну, через два года, через пять, это не важно, когда уже соберутся, тогда они продолжат наступление. Я не думаю, что им такую возможность дадут. Россия в Украине, это увязка готов, пропала птичка. А птичка правда пропала. И когда ты говорил, я обслабил знаменитый исторический, ну, типа анекдота, что, значит, Путину приснился Сталин. И Путин спрашивает у Сталина, что мне делать с Украиной, как мне победить в войне? Ой, говорит, слушай, делай, как я. Возьми оружие у американцев, много, и вооружи у украинцев, и победишь. Ну, это факт. Это тоже еще один факт. Поэтому с исторической перспективы, конечно же, Украина победила в этом. Нет никаких сомнений. Но, знаешь, это как, мне нравится выражение, у Грузии, конечно, великое прошлое, очень великое прошлое. И я не сомневаюсь в том, что у Грузии великое будущее. Вопрос в том, какое у Грузии настоящее. Да, это да, абсолютно точно. Согласен, абсолютно согласен. Примерно за то же самое. Примерно за то же самое. Вопрос в настоящем, и настоящем, конечно, очень тяжело и так далее. Идем к другому кейсу тоже. Это у нас на севере. А что у нас происходит на юге? А на юге у нас тоже происходит широкомасштабная война. Причем, смотри, прошлая неделя еще началась с того, что президент Ирана Безешхен выступал в Тегеране и сказал американцам в двух словах, если бы скажем. Ребята, то, что было до этого, я не виноват. А я не виноват, это значит, что и Рахбар, и высшее руководство Ирана изменило свое мнение. Давайте договариваться, мы готовы слить Россию, давайте вернемся к ядерной сделке и, в общем-то, мир, дружба, жвачка. А поморская политика, сдерживание в разумных пределах? А затем начали взрываться Пейджера, начали взрываться лидеры, на этот раз Хезболлах, Хезболлах это прямо напрямую у Ирана. И вчера вечером мы увидели удар уже по Израилю, иранский ответ. То есть ситуация опять обострилась. Вроде бы это как далеко, хотя это так же далеко, как Украина. Вот одинаково, расстояние географически одинаковое. Как это влияет, вообще, что ты думаешь об этом, и как это влияет на нас? Ну, я прямо могу сказать, что мировое сообщество уже подошло к грани того, что уже, так сказать, на Ближнем Востоке появляется тоже вторая конвенционная полномасштабная война между Ираном и Израилем. Это уже реальность. Раньше у Ирана не было возможности как раз достичь территории Израиля, и оно, как говорится, действовало через свои прокси, свои так называемые частные военные кампании, условно можно сказать. Да, Россия как и сейчас используется в частной кампании, условно там, там еще другие швидские подразделения, которые действовали, действуют сейчас в Ираке, особенно, так сказать, в секторе газопалестинцев оно использовало, и сейчас уже получается, что Иран уже сам, так сказать, может достичь и сделала мощный наезд, можно сказать, на Израиль, и показала, что оно может, так сказать, вести боевые действия против Израиля в полномасштабном контексте, особенно в контексте, так называемой, ну, ракетной войны, можно так сказать, да, давайте так видим много, так и тем ракетная война или так называемого дальнего боя, да, так, теория дальнего боя. И в этом контексте, я думаю, что ответ Израиля тоже, так сказать, последует в соответствующем контексте, потому что Израиль обязательно ударит по ядерным объектам и другим военным объектам Ирана, и, естественно, что, скорее всего, возможно, так сказать, начало боевых действий даже на уровне сухопутных сил, потому что Иран уже сейчас перебрасывает свои, не проксии, а не, так сказать, милитаризированные подразделения, а свои, так сказать, вооруженные силы уже примерно, так сказать, просачиваются в Ливан, Сирию абсолютно, и, возможно, так сказать, начало боевых действий вокруг голландских высот, где как раз возможны прямые столкновения сил Цахала и сил Ксира, как говорится, иранских, которые являются частью регулярных вооруженных сил, но это политизированные идеологические части, это корпусы силы Иранской Исламской Республики, то есть, и, естественно, что здесь, возможно, как говорится, вот нарастание такого противостояния, не только, так сказать, вокруг голландских высот, но все равно, так сказать, в Ливане, и, возможно, так сказать, развертывание здесь уже с другой стороны, со стороны хуситов тоже, то есть, Иран будет перекрывать, значит, выходы в Урмурский пролив, блокировать Красное море и тоже, так сказать, вставать, и, возможно, же противостояние с вооруженными силами США. То есть здесь вот вчера, то есть во время, так сказать, ударов Ирана по Израилю, что абсолютно было, я бы сказал, неожиданным моментом, давайте прямо скажу, даже для самого Израиля, вот я видел, как Таняху, так сказать, убегал в убежище, как раз это тоже было видно, что и даже во время выступления Таняху, по-моему, сегодня утром, это, так я бы сказал, эффект неожиданности, как раз тоже, так сказать, промелькнул, как говорится, в его, как говорится, устах. И можно сказать, что-то сказать, новая война между Ираном и Израилем уже на кону. То есть Иран начал боевые действия против Израиля, я имею в виду на государственном направлении, если я не говорю о контексте Гибридной войны, потому что во время контекста Гибридной войны там это боевые действия осуществлялись силами Хамас, Хазбала, исламский чехат, силами хуситов, которые тоже вооружались и финансируются со стороны Ирана и очень мощно финансируются. Но сейчас уже Иран фактически открыл прямой удар по Израилю, ну, потому что Цахал и Оман фактически обезглавили, как говорится, руководство Хазбаллы, у Хазбаллы даже командиры высшего ранга. Не осталось, которые смогли бы хотя бы координировать действия Хазбалахова в аре войны. И получалось, что как раз если Израиль провел бы такую операцию, которую я вчера нашим грузинским журналистам дал интервью и даже смоделировал, что Израиль фактически начинал полномасштабную войну против Ливана, как это было в 10082 году, и даже не того уровня войны, которая Израиль осуществил в Ливане в 2006-2009 годах, а это было бы такое ограниченное, так сказать, военное действие по сценарию пятой израильско-арабской войны, это 3078 года. Если я не ошибаюсь, тогда он назывался гнев, операция гнев, если я или огненный, так сказать, гнев, я в этом контексте, по-моему, так и называлась, когда Цахал, значит, вторгся территорию Южного Ливана, захватил, то есть территорию Южного Ливана, там создал так называемую буферную зону и поставил в свое марионеточный режим, так называемый майора Хабиба, Хабиб Лент, если я не ошибаюсь, или Хадад Лент, точно не помню, и как раз после, если я не ошибаюсь, после, значит, норвежского договора, который был подписан в Осло, вывел свои войска из Южного Ливана, и фактически, ну, получилось, что обезглавил, так сказать, северные территории, не обезглавил, а, так сказать, оставил в рамке такого, я бы сказать, от ударов, от ударов северные районы Израиля, которые сейчас как раз уже подвергаются яростным атакам, да, со стороны Израиля. То есть в этом контексте Израиль повторил бы сценарий 1978 года, но вот сейчас как раз получается, что уже, так сказать, после того, как Иран уже в прямую вмешался в противостояние с Израилем, мы уже можем получить другую, так сказать, сценарий, другую картину, потому что Израиль, вот, по-моему, уже сегодня или завтра уже у Израиля и США есть, были планы, особенно во время правления Трампа, эти планы были составлены, и даже Трамп даже хотел осуществить такую обозглавленостную войну, такой удар, как отец Блицкрика по теории дальнего боя и, так сказать, разгромить военный потенциал Ирана. Потом Трамп, так сказать, сменил Байдена, и Байден уже, так сказать, начал вести стратегию и политику Обамы, как-то вот сблизиться с Ираном и как-то вот быть посредником между Израилем и Ираном. Сейчас уже даже вот как раз после того, как Иран нанес такой, я бы сказал, ракетно-воздушный плитскрик по Израилю, что это было видно, потому что там мы видели пораженные, так сказать, даже военные, так сказать, объекты и так далее. И даже вот президент Байден все равно, как говорится, решил быть каким, я бы сказал, мирным последником и как раз призвал обоих акторов, чтобы они начинали, так сказать, все объявляющую войну. Но я думаю, что как раз эта война, как говорится, к сожалению, как говорится, опять свершится, потому что Израиль уже нанесет удары по Ирану, и как потом уже ответит Иран, это уже отдельный вопрос. Я думаю, что у Ирана есть так называемые домашние заготовки, как в свое время у Путина были домашние заготовки по отношению к Грузии. И в этом контексте, я думаю, что второй, так сказать, раунд шахматной комбинации этой новой геостратегической войны будет уже, так сказать, реализован. Вот такая ситуация. Ну, я не знаю, насколько это Израиль сможет, как говорится, проглотить этот удар, который он получил от Ирана. Я думаю, что вряд ли, потому что Нитаняху не тот, я бы сказал, политик, что, как говорится, удар, пропустить второй удар, пропустить и не ответить, как говорится, удар за ударом. Это не по стилю, так говорится, ни личному кабинету Нитаняху. Нитаняху далеко, так сказать, не сторонник, так сказать, мирного решения любых конфликтных ситуаций. Он это показал, как говорится, конкретными, так сказать, делами. Но вот ситуация вот так. Если, естественно, не вмешается США, но, извините, сейчас Байден уже, так сказать, является хромой уткой. К сожалению. Байден не хромая утка. Байден полноценный участник президентской кампании. И вот тут самый ключевой вопрос, который я бы хотел задать. Ключевой вопрос по этой войне. Понимаю, с чем дело? Смотри, какая ситуация возникает. Возникает ситуация, что Иран фактически ответил, и фактически, если он сейчас мобилизует всех своих, всех своих профсий, а это их усиды. Это и Сирия, кстати. Это и Сирия, потому что Сирия обязательно. Да, Сирия обязательно. И, кстати, отчасти Ирак тоже. Ну, отчасти шиитские формирования. В Ираке, возможно, вспышка боевых действий уже на самой территории Ирака, потому что там есть шиитские формирования, которые очень... И там размещаются американские военные базы, тысячи военного контингента там размещенного в Ираке. И тысячи человек размещены в Сирии. Это мы тоже, так сказать, должны вспомнить в этом контексте, потому что американский военный контингент тоже будет под ударом, естественно. Так вот, это же классическая растяжка для демократов. Смотри, перед выборами мы имеем беспрецедентную эскалацию конфликта, на которую, в общем-то, пошел Натанья. Потому что без того... Он бы мог бы, смотри, он мог бы, в принципе, отложить активное боевое действие до того, как придет Трамп, если придет Трамп. А если не придет Трамп, то... Но тут он прекрасно понял, что если не придет Трамп... И, например, Харрис тоже, который должен сказать... Нет, Харрис, как раз таки Харрис, если придет, и то, что Пизешкиан... Пизешкиан обращался к Харрис, он же не обращался к Трамп. Согласен, согласен, абсолютно. Ты прав, абсолютно. И вот в этой связи перед Байденовской администрацией, которая отвечает за все, и в которой Харрис никто и на как вице-президент, стоит очень тяжелая дилемма. А что будет, если Израилю будет угрожать серьезная очень опасность? То есть опасность угрожает, понятно, что ракеты влетят. Тогда ведь придется вмешиваться в войну. Еще одна война Соединенных Штатов. К концу правления Трампа, этого Байдена, это же явный козырь для Трампа. Трампа, да. Смотрите, до чего они довели, что вот война еще одна. Мало того, что война в Украине, еще и война на Ближнем Востоке. И тут что будут делать США? Мешаются или нет? Ну, во-первых, у США есть свои обязанности. Во-первых, и с Израилем у них есть четыре, я бы сказал, военно-политических договоров, которые абсолютно, как говорят, дают статус, так называемого, не натовского союзнического, так сказать, статуса. Ну, на уровне союзнического союзника США. И даже США обеспечивает и вносит военный бюджет Израиля очень большую сумму, 3 миллиарда долларов ежегодно. То есть, и фактически США сделала на себя обязательства защиты, военной защиты Израиля. То есть, четырьмя, значит, конкретными договорами, начиная от 1951 года. И последний договор был в этом контексте подписан в 2018 году. То есть, четыре договора США обязаны во всем контексте защитить Израиль в военно-политическом контексте. То есть, это обязательство, от которого США не откажутся. Они не могут даже отказаться, потому что это уже связано, так сказать, с статусом, связано с другими моментами. Особенно, так сказать, учитывая, что Израиль является главным плацдармом проведения внешнеполитических задач и геополитических интересов США. И все самое главное, США никогда не сдают своих, особенно, стратегических союзников. У них есть три ранга союзников. А союзник, то есть, обычного уровня, так сказать, рядовой состава, так сказать, союзников, второй уровень, так сказать, ну, я бы сказал, политические союзники и третье, стратегические союзники. То есть, разделение между двумя этими является то, что американцы дают полную гарантию защиты военно-политическом, военно-стратегическом контексте. В отличие от союзничества в политическом и, другом, так сказать, рядовом, как говорится, союзническом уровнях. Так что здесь уже понятен. То есть, если начнется война между Ираном и Израилем, то США придется быть вовлеченным в эту войну на стороне Израиля. Это однозначно. То есть, это обязанность, как это обязанность США, не имея значения, какая, так сказать, администрация придет во власть. Это будет администрация Харриса или администрация Трампа. То есть, здесь уже очевидно. Ну, с другой стороны, как говорится, можно сказать, что если придет администрация Камиль Харрис, то здесь возможно то, что Харрис продолжит, так сказать, политическую линию Барака Обамы и Байдена, который как раз вот олицетворяет такое, я бы сказал, создание так хрупкого хотя бы мира и как-то быть позицированным к отеце посредников между Ираном и Израилем. Как это выйдет на данном этапе у США, если во власти придет Камиля Харрис, тоже, фактически, так сказать, неясно. Потому что здесь уже, так сказать, идет, то есть здесь поставлен на кону уже, так сказать, военная безопасность и Ирана, и Израиля. Это уже и так, очевидно, и так уже, так сказать, и видно. Так что так называемая, я не назвал бы это, кстати, мировой войной, так сказать, но то, что если война развится между Израилем и Ираном, то еще могу сказать, что у Ирана тоже, так сказать, есть свой, так сказать, военно-политический союз, потому что оно было оформлено еще в 2015 году, куда вошли такие акторы, как, ну, сирийская Арабская Республика во главе с Башином Асадом, во-первых, там вошел еще Ирак, я поэтому говорю, что Ирак, возможно, тоже может быть включится в эту войну, потому что у нее союзические обязанности перед Иранской, Исламской, сколько, Иран, туда вошли, ну, естественно, Хезбалах и Российская Федерация. Вот такое четырехсторонний, как говорится, союз был создан в 2015 году, и в этом контексте у Ирана и России, и России тоже есть такое, я бы сказал, обязательство о защите или прикрытии военно-политических интересов Ирана на Ближнем Востоке. То есть получается, что такое две политические, военно-политические союзы, можно так сказать, да, Израиля, американский военно-политический союз и российско-иранский военно-политический союз, как вцепятся в эти боевые действия. Ну, в отличие от, например, Холодной войны, те тоже были аналогичные, так сказать, союзические обязательства, ну, со стороны США, это, наверное, 70-80-е годы, а у Советского Союза перед, ну, такая Сирийская Арабская Республика, Египта и так далее, это уже Арабской коалиции, но тогда Советский Союз и США не допустили, как говорится, развязывание кругломасштабного такого мирового конфликта на Ближнем Востоке, потому что тогда у США и, значит, Советским Союзом были какие-то, я бы сказал, садийские даже накладки между собой, они даже дважды уже даже эти, так сказать, обязанности между собой, значит, реализовали, ну, реализовали, я говорю, в 56-м году, когда Советский Союз и США заставили странственную, значит, коалицию, значит, покончить войну в Египте и как-то завершили, так сказать, там, если ошибаюсь, вторую арабо-израильскую войну, в 82-м году тоже Советский Союз и США делали все возможное, чтобы шестая война между Израилем и Ливаном и Сирией, так сказать, закончилась, ну, как говорится, более-менее таких, я бы сказал, в малых, так сказать, объемах, и как-то вот такой хрупкий мир они создали, но тогда у Москвы и Вашингтона имели прямые, каково, контакты, был такой, они были, значит, в кондитии тританта, то есть, таком, я бы сказал, в мирном существовании между собой, и даже конфронтационные модели, которые происходили в Европе, не распространялись на Ближний Восток, да, они всегда, как говорится, как бы координировали и сотрудничали, не смеется на то, что у них были разные интересы, они даже, так сказать, принимали боевые, ну, они даже, так сказать, их боевые подразделения принимали участие против друг друга, так сказать, в боевых участиях, но уровень сотрудничества между США и Советским Союзом был очень велик, и это было уже, так сказать, как бы, у них было обязательство, как бы, сделать мир на Ближнем Востоке. Нынешние восстановления, когда у Путина и Москвы, и Кремля абсолютно, я бы сказал, не только разные, но абсолютно ограничительские, так сказать, взаимоотношения, у них нет даже коммуникационных, так сказать, прямых, так сказать, связей, как-то не парадоксально, и как это является реальностью, то в этом контексте, я думаю, что уже, так сказать, стержень России и США уже не будут работать в отношении Ближнего Востока. То есть, киосстратегическая ситуация, в отличие от холодной войны, абсолютно другая. Полярность нет. Нет полярности. Да, и понятности нет, абсолютно. Такой, я бы сказал, хаос. И, что самое главное, что даже войну между Ираном и Израилем предсказать очень, я бы сказал, трудно. Хотя эта война уже началась. Да, она уже идет, хотя, вот вопрос, ты знаешь, вот всегда, вопрос, всегда говорят, что войну легко начать, но трудно закончить. Абсолютно точно. Возможно ли, вот когда она уже началась, возможно ли будет сейчас остановить Махамик? По крайней мере, пока наземных действий нет. Стержней нету. Я еще хочу рассказать, в то время, во время холодной войны, стержнями были Советский Союз и США. У них была абсолютно четная концепция, что если они воюют даже в Европе или в Тихоакенском, так сказать, регионе и так далее, то в Ближнем Востоке они фактически были латентными союзниками. Это факт. Всегда они, я бы сказал, координировали свои действия, чтобы не допустить полномасштабной войны. Это факт. Это действовало, кстати, в контексте Ближнего и Востока, и Персидского залива. И даже на африканском континенте, вот такой, я бы сказал, латентные союзнические обязательства между США и Советским Союзом тоже, как говорится, соблюдались. Но сейчас мы видим, что никаких союзнических обязательств, хотя бы латентного уровня между Россией и США вообще нету. Отсутствует в полном контексте. И здесь уже, так сказать, с тех сдерживающих моментов по отношению Израиля и Ирана тоже, так сказать, в полном мере отсутствует. Даже напротив, даже Израиль и Иран даже могут повлиять и влияют на своих, как говорится, гегемонов. То есть Израиль на политику США, Иран на политику Кремля. Тем более, что как раз Россия является заложником иранского вооружения. Это тоже вот интересный факт. Раньше, например, Советский Союз никогда не был, как говорится, заложником или не имел никаких задолженностей со своими прокси, так сказать, союзниками. Я имею, так сказать, государство, например, САР и других представителей арабской коалиции, которым Советский Союз там дружил и вел, так сказать, Советский Союз. То есть, что напротив, они никогда не поставляли вооружение и оружие, например, Советскому Союзу. Может быть, они, как бы, выполняли какие-то поручения, так сказать, со стороны КГБ и ГРУ. И там, как говорится, Советский Союз использовал палестинцев, например, в потребных, так сказать, действиях в Западной Европе и так далее. Но Советский Союз никогда не был должником своих союзников. А сейчас Путин является главным должником своего главного союзника Ирана. Отчасти Израиль сейчас даже имеет некоторые там рычаги влияния по отношению к Белому дому. То есть, получается, что США и Россия уже не те, так сказать, государства, которым, каковы были Советский Союз и США во время Холодной войны. Вот помните у Илья Чавчаватя, да, «Я не та уже там рог». Абсолютно. Вот эта вот тема, вот эта фраза, приемлемая мы именно во время Холодной войны, то есть мы будем охарактеризировать и нынешние США, и Российскую Федерацию, которые являются преемницей Советского Союза и того самого США, который был сильнейшей, так сказать, правдой мировой державой того времени. То есть здесь уже, мы будем, так сказать, такие, я бы сказал, интересные, так сказать, моменты, что региональные гегемоны имеют больше сильной позиции, чем, например, ну, так называемые, давайте так сказать, не мировые гегемоны, а... Региональные державы. Да, региональные державы. Да, на уровне державы, да-да. Не гегемон, а уже на уровне державы. Абсолютно. Региональные державы имеют больше позиций и сильные позиции, на жилье, так сказать, мировые державы. И смотрю, как интересно получается, значит, когда вот это все происходило, в Америке же был день, у нас земля-то круглая, и вот так вот мы в это время спали, а в Америке был день, и был очень серьезный политический, политические страсти все кипели. Митчелл Баконнелл, лидер меньшинства республиканцев, призвал Израиль принять решительные ответные меры на ракетные обстрелы Ирана, то есть, и потребовало США предоставить необходимое для этого оружие, а вот демократы заняли более осторожную позицию, поимещав наблюдать и ждать развития ситуации. Ну, это понятно. То есть, республиканцы хотят войны полномасштабной, а демократы... Нет, нет, я думаю, что вроде республиканцы... Да, извини, республиканцы за обязательство. Да, да. Ну, да, но это одно и то же, за обязательство. Согласен, согласен. Извини, извини, что, так сказать, прибрал тебя. И вот сейчас мы подходим к самому... Ну, интересному для нас. Извини, Гела, я просто делаю комментарий, чтобы нас потом не объюнили, некоторые представители грузинской комиссии, что мы поддерживаем глобальную партию войны. То есть, республиканцы за войну, а я сказал, республиканцы за обязательство. Соблюдение обязательства. Да, я просто так сказать. Ты не надеешься, ты уже давным-давно золотыми буквами, большими золотыми буквами записан в глобальную партию войны, и ты откуда-то вычеркнулся. Согласен. Ну, все равно. Мы должны соблюдать этические нормы. Я за Уголовный кодекс, помнишь? Да, я чту Уголовный кодекс. Я чту Уголовный кодекс, да. Мы должны чтить какие-то этические нормы. Да. Так вот, а сейчас, ты знаешь, я хочу назвать, я не знаю, как получится, это нашу программу «Как Южный Кавказ упускает шанс на мир». Потому что вот эти две войны, да, и мы увидим ситуацию у нас. Знаешь, я еще год назад говорил о том, и очень много говорил о том, что вот как раз только получилось так, что Азербайджан восстановил свою территориальную сооруженность. Вроде бы не за что воевать сейчас, да. Есть ежегодно признанные границы. Сто метров труда, два километра сюда, три километра туда. Это все решаемо. Желание. Но я говорил, и это было очевидно не потому, что я такой умный, а потому, что это просто видно было, читалось, что сейчас разгораются, и мы видим за этот год, что произошло, две больших войны в самом разгаре. Это Украина и это Большой Ближний Восток, а мы между ними находимся. И у нас сейчас есть шанс, и в этом году был шанс. Или быть глазом тайфуна. Что такое глаз тайфуна? Когда вокруг тебя все бушует, а внутри, в центре, все спокойно. Или же вовлечься в этот тайфун и, честно говоря, с непредсказуемыми для региона последствиями. Не знаю, как ты, но я с сожалению констатирую, что этот год мы... Не сказал грубое слово, нельзя выражаться на этот ряд. Профокапили. Профукали. Профукали, да. Так вот, смотри, что получилось в итоге. За этот год вполне мог бы быть какой-то прелиминарный мирный договор подписан между Арменией и Азербайджаном. За этот год Грузия вполне могла бы держать баланс между противоборствующими... Как минимум держать баланс. Мы с тобой там вообще за то, чтобы была однозначная позиция. Но как минимум держать баланс между противоборствующими силами и оказаться гарантом региональных проектов на Южном Кавказе, развития и так далее. Что мы увидели сейчас? А мы увидели сейчас весьма и весьма плохое зрелище. Фактически, Ереван говорит, мы не будем менять конституцию. Мы не будем принимать ни одного решения, которое бы нас ограничило в будущем. Претензиях на все тот же Карабах. В Баку говорят, окей, ребята, если вы не меняете конституцию, тогда мы готовимся к войне, потому что война в конечном итоге будет неизбежна. Последняя речь. Алиева, да. Открытие милимеджерисов, он прямо сказал, задача номер один – это наращивание вооруженных сил и создание собственного ВПК. Укрепление образа способностей, да. Причем, если мы посмотрим так с высоты птичьего полета, то это далеко не война, может быть, только с Арменией. Вопрос. Вопрос. А Армения, в свою очередь, говорит о том, что у нее есть свои союзники в виде Индии. Россия, кстати, не была не делать в качестве реального союзника Армении. Войска стоят. Даже смерча уже поставили. И, судя по всему, вдруг неожиданно, столько времени не поставлялось. И сейчас поставка оружия возобновилась в Армению. Тоже вопрос. Извини, я еще могу маленько дополнять, еще была попытка государственного переворота. Это не слова, так сказать, из фантазических сценарий. Об этом прямо говорил сам Николас Пашинян. Да, но была ли эта попытка? Да, да, да. И на сколько была эта попытка? Да, согласен. Такой вопрос. Если мы возьмем Армений-Азербайджанский трек, какова вероятность того, что этот трек станет пазлом в этой большой войне? Ну, насчет нашего региона. Не знаю, сейчас многие говорят, называют Южный Кавказ. Сейчас новый термин появился. Центральный Кавказ, кстати, очень интересный такой термин. Ну, да, не важно. На регионе Кавказа. Да, в регионе Кавказа. Назови, не важно. Или Кавказ-Каспийский регион, как мой учитель Александр Ронделько ввел в свое время. Очень хороший термин, кстати. Как раз и... Я думаю, что этот термин был бы самым, как говорится, своевременным и очень интересным, если бы в обиход пошло бы на вершовном уровне. В нашем регионе, невзирая на то, как будем его называть, там, Центральный, Южный или Кавказско-Каспийский регион, ситуация, я думаю, что не очень так драматично, как можно сейчас, можно сказать, потому что более-менее сейчас, на данном этапе, Кавказ более-менее, так сказать, справляется с такими проблемами, которые в региональном уровне происходят, и какой-то некий Кавказский геострата, то есть такая попытка создания мира в нашем регионе, более-менее еще сохраняется. Потому что еще есть шанс, что Армения и Азербайджан, несмотря на те противоречия, которые ты уже озвучил, они все-таки смогут договориться и даже подписать такой мирный, такой, так сказать, прелиминарный договор, или какой-то, так сказать, тоже... Потому что об этом говорилось на заседании Генеральной Ассамблеи, как со стороны, так сказать, президента Алиева, так как со стороны Пашиняна, они даже, если на свое время встречались, или их представители встречались, и ведется, я бы сказал, очень интенсивно, я бы сказал, дипломатический диалог между Паку и Ереваном, это очень, я бы сказал, отрадно, что этот диалог не был прерван. Да, есть некоторые воздушные со стороны Паку и со стороны Армении и Еревана, но все-таки они поддерживают такой, я бы сказал, баланс. Кстати, сейчас уже Пашинян уже перешел к... то есть развертывал на этого диалога по отношению Анкары, то есть сейчас уже с турецкой стороной ведется очень интересные, прямые, так сказать, контакты, тоже являясь главным отрадным моментом. Кстати, вопрос Сангизурского коридора тоже немножко, так сказать, смягчился, и как раз уже стороны уже, так сказать, просматривают, как это можно решить, урегулировать в геокономическом контексте. И даже Армения, значит, выразила готовность присоединиться к Срединому коридору, и в этом даже Азербайджан даже не против этого, даже вот этой инициативы, что очень тоже является главным моментом этих... Так что я думаю, что, ну, пока еще не ясно, что у нас произойдет после выбора 26 октября, хоть куда повернет Грузия и так далее, и где какие-то геополитические контексты, которые как развиваются в нашей стране, потому что Армения и Азербайджан тоже ждут этих выборов, потому что от Грузии тоже зависит многое, какую позицию займет наша страна, и как оно войдет в этот так называемый мирный треугольник или такое создание кавказской геостраты, такого мирного, так сказать, островка, такого, так сказать, глаза тайфуна, как-то я абсолютно прямо правильно так и подчеркнул. С другой стороны, конфронтационной модели есть то, что Израиль и Азербайджан наряживают свое военно-статистическое отношение. Азербайджан уже договорился о поставках вооружения со стороны Израиля, что еще повлияет на то, что могут быть испорчены отношениями с Азербайджаном и Ираном, и здесь уже Иран может использовать, так сказать, все свои силы, чтобы как раз как-то вот стержать уже Израиль в нашем регионе. А это уже как раз очень опасная, так сказать, в этом контексте игра, и это, возможно, будет отголоски президентской войны в нашем регионе. Вот в этом контексте я вижу, так сказать, главный вызов в контексте региональной безопасности на нашем пространстве. И как потом из себя поведет Российская Федерация, и Россия, вот тоже вот будет очень интересный момент. Потому что я думаю, что в России очень внимательно смотрят на те процессы, которые происходят у нас. И даже, я просто могу сказать, такой я бы сказал очень скептический сценарий, и может такой фантастический сценарий, даже если не те, так сказать, результаты будут выданы во время итогов парламентских выборов, то Россия, возможно, так сказать, задействует свои военно-соединские механизмы, чтобы достичь своего результата в нашей стране. И этот сценарий тоже, так сказать, не, как говорится, ну, ну, как говорится, не выбыл бы из игры, можно так сказать, да. И даже этот вариант тоже возможен. Так что в этом контексте вот ситуация пока что, пока что очень хрупкая. В нашем контексте региональной стабильности но все здесь в этом, в этой игре решающие ставки наложены на нас, как-то ни странно, вот, как все произойдет во время выбора 26 октября. Потому что эти выборы имеют геополитическое измерение, это понятно. И являются одним из детерминантов дальнейшего развития ситуации в нашем регионе. Посмотри, как получается. Значит, у нас на самом-то деле наше положение хуже губернаторского. Кстати, губернатор, это, вот эта фраза, положение хуже губернаторского, это не про губернатора какого-то. Оказывается, конь назывался губернатором, который привлекал кобыл. Но он привлекал только кобыл для других коней, а потом его уводили, и там, значит, другие пользовались этим. Да, да, согласен. Так что наше положение, почему такое? Потому что, смотри, как интересно получается в итоге. У нас две альтернативы получаются. Или же побеждает грузинская мечта, а потом с большой степенью вероятности здесь побеждает русский мир. И тут мы обязательно оказываемся втянутыми в войну, но уже, скажем так, с другой стороны. Вплоть до того, что я не уверен в том, что не дай бог, конечно, чтобы это случилось, если здесь побеждает русский мир, мобилизация может быть объявлена не только в России, но и в России. Абсолютно точно. Кто сказал, что это не может быть? Фактор Абхазии, акулья Абхазии можно привести. Да. Эта мобилизация вовсю, так сказать, уже, так сказать, озвучена. И там же абхазские, так сказать, наши сограждане насильно погоняют войну с Украиной. Так вот. А если мы, если побеждает оппозиция, то мы можем получить рецидив российской агрессии, но вот тут есть ли шанс, потому что русские решатся на прямую военную агрессию против Грузии в такой ситуации, когда они не в очень хорошем положении? Ну, я не сказал бы, что они, так сказать, не могут не в таком положении. У них есть достаточно силы, чтобы как-то справиться с Грузией. Даже напротив, у Крыля появляется такой хороший, так сказать, момент, чтобы справиться с такой малым острым войной, ну и как бы компенсировать эффект украинского синдрома. То есть для Кремля и третье, что самое главное, стержни против сдерживания Кремля здесь у нас уже нету. То есть Кремль уже не смотрит в сторону ваших, не в сторону ваших, не в Брюсселя. Напротив, там уже объявлена не только новая холодная война, но даже гибридная война, можно прямо сказать, в этом гибридной войне, как говорится, у России, так сказать, развязаны руки. Особенно в нашем регионе. Так что, я думаю, что в этом контексте, я не знаю сейчас, как поведут наши сангетские друзья Армении, Азербайджан, они позволят, как говорится, чтобы российская агрессия, вторая, так сказать, агрессия осуществилась или процесс либанизации. Давайте найдем свои события своими именами, процесс либанизации. В этом контексте получается, что как раз вот как Израиль заходит в Ливан и уходит так далее, но такого варианта можно получить уже со стороны России в отношении к нашей стране. Это фактор либализации, насколько это будет задействован, и как это региональные союзники, даже в том числе и Турция, и даже Иран позволят России этого сделать. К сожалению, пульс Запада в нашей стране, к сожалению, моему сожалению, трагично, впервые, практически даже не прощупывается. Извини, но это факт. Ну, я тебе скажу так, я тебе скажу так. Может, я ошибаюсь? Дай Бог, что я ошибаюсь. Дай Бог. Я думаю, что ты не ошибаешься, к сожалению. По крайней мере, из Грузии видно так. Но я тебе скажу вот что. Я тебе скажу так, ну, про Азербайджан речи быть не может. У него просто нет таких ресурсов, чтобы противодействовать здесь России. и он примет то, что Россия сделает, никуда он не денется. Я боюсь, что и у Турции нет достаточно ресурсов, чтобы противодействовать здесь России. Ирану здесь это тоже не понравится, но Иран тем более. Поэтому, честно говоря, я не вижу хороших сценариев. Может быть, я всегда говорил, что я верю в то, что Грузия этого сделала Богоматерью. Да. Потому, знаешь почему? Потому что по всей логике вещей мы давным-давно должны были исчезнуть. Абсолютно точно. Как каким-то чудом может быть в очередной раз случится чудо. И то, что нас ждут тяжелые времена, а когда я прошу прощения, нас ждут тяжелые времена, это означает, что тяжелые времена ждут весь регион просто в силу географии. Извините. И на самом-то деле я, честно говоря, думаю, что может быть крайне плохой сценарий, это когда Грузия не мытьем-то катанием втягивается в русский мир, а Азербайджан вынужден пробивать альтернативные коридоры для связи с Ту. Скорее всего, даже через Зангизурский коридор. Не только Зангизурский коридор. А Денис Варентом. Там не будет через Армению. А там уже Иран. вот это все может помнишь, как кавказская пленница к прокурору не надо, сам не хочу. Сам не хочу, точно, абсолютно точно. Но вот этот сценарий, к сожалению, он сейчас уже на столе. здесь еще поставлен на кону проект срединного коридора. Вообще все поставлено. Да, все поставлено. Все поставлено на кону. Я не исключаю, что будет какой-то велотекущий момент, какой-то период. Это не будет одномоментно. То, что этим всем может кончиться в конечном итоге, это факт. Поэтому, ну, что сказать, мы уже сейчас проговорили и он прошел очень незаметно. Мало и носов для зрителей тоже. Что тебе сказать? Я думаю, что будем оставаться при всем при этом оптимистами, потому что так или иначе выход всегда есть. В конечном итоге выход там, где был вход. Большое спасибо, Варханг, за очень интересную беседу. Большое спасибо тебе огромное за интересную беседу и желаю нашим телегрителям мира, добра и счастья. Дай Бог верим за собой, слава Украине. Слава героям. Героям слава.